всем привет с вами Светлана и сегодня я хотела бы ответить на вопросы тега от Люды Джаджи вышивка от новичка до профессионала ну сначала хотелось бы конечно определиться с терминологией что такое профессионал что такое новичок я думаю что это такое очень понятие размытая потому что мы все здесь на ю тубе занимаемся нашим любимым делом как как сказать как это наше хобби поэтому какие мы тут профессионалы но и не новички но все равно как уж так назвали так назвали поэтому поехали значит первый вопрос как давно вы увлекаетесь вышивкой и вышивкой я увлекаюсь с сентября 2006 года то есть 9 лет следующий вопрос почему именно вышивка для меня это немножечко тоже такой своеобразный вопрос это все равно что спрашивать почему ты за что ты любишь этого человека да ну не знаю люблю и люблю просто потому что люблю и точно так же могу сказать про вышивку потому что приятно потому что доставляет удовольствие потому что чувствуется что это мое чувствуется что это дело которое мне по душе вот поэтому именно вышивка так какой там у нас следующий вопрос какие ошибки новичка вы делали я сделала очень много ошибок и они были достаточно серьезными ну начнем с того что начала я свою вышивальную деятельность сразу с хаеда и сразу с огромным вот не знаю как что и где но просто мне очень сильно понравился сюжет я поняла что если именно этот сюжет он меня и подтолкнуло заняться вышивкой не потому что мне нравились какие-то там картины другие а вот я хотела иметь именно вышитый этот сюжет первая большая ошибка моя была в том что я не знала какие бывают виды канвы и канву я купила первым попавшимся в магазине тканей канва она была там рулон огромный лежал я так понимаю что канва это была венгерская то что там была рыхлая и такая очень мягкая я купила большой такой кусок я посчитала там все рассчитала сколько там не должно хватить не хватить вот это была моя первая ошибка потому что надо было бы конечно поинтересоваться конвой какая бывает какие виды и поискать что-то более приемлемая тем более такая глобальная работа а вторая ошибка это конечно огромные протяжки протяжки у меня протяжки у меня были ну наверное даже самые максимальные протяжки достигали сантиметров может быть 7 вот такие вот 5 7 сантиметров это было норма для меня то есть если посмотреть на картину с другой стороны там просто ковер у меня находится вот это тоже такая ошибка ну что еще про сложность схемы тут и говорить нечего схема очень сложная была для меня но тем самым родился мой метод такой которым я пользуюсь частенько метод раскраски схемы для меня было очень как бы вслепую я не могла вышивать мелко во первых очень много значков и вариативность значков там 90 цветов и конечно смысла него не было просто так вышивать поэтому я их раскрасила и стала зачеркивать отшитые зато родился метод вот так что вот такие вот ошибки у меня были и теперь мы переходим к следующему вопросу бывал ли у вас творческий кризис ну тоже творческий кризис может быть наверное у художников или у каких-то мастеров которые создают что-то свое что-то новое у которых рождаются шедевры я не могу сказать что я такой мастер я скорее ремесленник который что-то такое делает не знаю бывает ли у ремесленников творческие кризисы но у меня была одна один перерыв такой большой в работе когда я отшивала рождество он составил где-то года наверное полтора после чего я возобновила свои труды и больше меня таких задержек в работе не было вот так что вот так вот я отвечу на этот вопрос следующий вопрос участвуйте ли вы вышивальных играх и как ним относитесь я не знаю можно ли назвать совместные проекты вышивальными играми я участвовала совместном проекте зимнее настроение не могу сказать что мне это не понравилось не могу сказать что я в жутком восторге ну то есть как я всегда вышивал так я и вышиваю я думаю что совместный проект это очень хорошо для тех кто ну ищет так сказать свою компанию да на youtube это очень сближает помогает общаться на данный момент я пока не вижу смысла участвовать совместных проектах да и у меня конец на это настроение вот что касается робинов я не хорошо отношусь к этому виду так сказать взаимодействие вышивальщиц или вышивальщиков потому что во первых я не люблю когда есть большое количество непредсказуемости на в действиях то есть на непонятно кто там вам отошьет и как какой левой ногой вообще вы получите эту картину отшитую ну не знаю я предпочитаю если это допустим робин то это должны быть люди мне знакомые с которыми я хотела бы поменяться вот отшивание но никак не случайные люди которые еще неизвестно пришлют ли они тебе обратно то что ты хочешь получить для меня это непонятно и как-то не моё вот ну какие еще есть варшивальные игры авантюрки тоже это наверное может быть кому то не хватает острых ощущений хочется какой-то новизны может быть это интересно очевидно я уже достаточно взрослая для таких игр не меня это не заводит так ладно хорошо следующий вопрос как вы относитесь к долгостроим ну на данный момент я к ним никак не отношусь потому что у меня их нет и у меня их и не было вот было был под перерыв в отшиве рождества и все больше никаких долгостроев уже я достаточно быстро и что касается может быть это и если было бы более медленная скорость может это и были бы долгостроим у меня это все в пределах нормальных таких-то сроков получается вот поэтому я к ним никак не отношу как вы относитесь к пиратству скачиваете ли схемы выкладываете ли схемы покупаете ли копии знаменитых производителей ски схемы я иногда скачиваю но должна сказать что на данный момент у меня очень сильно изменилось вообще мое отношение к к хомячеству наверно сейчас секунду поправлю немножко сяду поудобней а то я куда-то сползла к хомячеству вообще отношение изменилось так чуть-чуть тут исправим потому что раньше я собирала схемы которые мне нравятся да сейчас я этого не делаю потому что ну не вижу в этом смысла точно так же как и наборов у меня почти нет этом в четыре штуки наборов и то те которые я собираюсь отшивать и покупать пока не собираюсь вот схемы все-таки скачиваю если что-то мне очень очень нужно и я знаю что она мне в дальнейшем точно пригодится вот муравья я просила у оксаны москва он потом какие еще схемы то ну все наверно вот по поводу пиратства к пиратству я плохо отношусь очень очевидно после близкого общения с к катерина без перства и которая жаловалась на то что у нее там периодически кто-нибудь крадет схемы и распространяет их там как у нее китайцы тоже стырили схему и выпустили вот эти купальщицы подруги которые сидят на мосточках это катина схема она делала и сама и просила разрешение урональда уэста есть официальное разрешение художника на производство этой схемы в общем то конечно это все очень неприятно когда человек что-то делает и потом у него это крадут и и скажем так я не могу сказать что я ничего уже точно никогда пиратского не сделаю в своей жизни но по крайней мере такое отношение меня к этому достаточно негативное вот мы все не без греха и не буду опять же открещиваться может и придется что-то скачать когда уж прям совсем приспичит пока таких у меня желаний нет да и надеюсь не будет и вообще а да вот все вопрос тут под вопрос покупаете ли копии знаменитых производителей нет я не покупаю копии им я никого не осуждаю кто покупает копий но для меня лучше я куплю один дорогой набор чем я куплю несколько дешевых я покупаю один дорогой получат него по полной программе удовольствие от ниток от цветов от канвы и от того как я буду наслаждаться этим набором да и работой с ним лучше я какое-то время если у меня нет средств не буду вышивать или я подожду под коплю что-то но я куплю что-то хорошее и достойное чем я буду покупать какие-то копии непонятно каких производителей опять же примите пожалуйста мое мнение и не принимайте на свой счет я абсолютно никого не осуждаю кто копии покупает и значит для этих людей ну есть наслаждение в работе с копиями в этом ничего особенного нету следующий вопрос назовите три аксессуара для вышивки которые вы считаете бесполезными и которые вы считаете очень полезными первый аксессуар для вышивки которые я считаю бесполезным для меня это магнитная доска вообще непонятно зачем это сделано видимо для того чтобы просто продавать она никак не облегчает жизнь я не покупала эту магнитную доску но я наблюдала много видео на тему использование этого девайса честно и видела эти доски в продаже в общем это абсолютно ненужная вещь это первое второй ненужный аксессуар для вышивки это это ну наверно все таки герноперсток я проходила через необходимость укладывания нити да когда работала над феей там ниточки модейра они не слушались и делала герноперсток и даже им пользовалась но для меня это такое такое тоже девайс который тормозит очень работу потому потому что я вышиваю как правило двумя руками одна у меня внизу одна наверху и иногда в два прокола вышиваю таким наперсток мне не нужен и третий бесполезный для меня аксессуар ради бог только меня не ругайте это органайзер пака для ниток у меня он был я его подарила ну подарила вышивальщица который он просто необходим был нужен мне он не нужен мне он не нравится он громоздкий неудобный ниточки не знаю для меня это абсолютно ненужная и неважная вещь так и три полезных самая полезная вещь это вот это вот лена олеандр очка огромное спасибо за это чудо это ножнички для металлика я их использую вообще в своей работе для всех нитей я их обожаю они острые мне больше никаких других ножниц не нужно это мои любимчики обожульчики я с ними работаю это первый аксессуар без которого я не могу вышивать второй это распарыватель у меня он вот такой ну вы все видели да обычным такой вот распарыватель это ртошный возможно есть какие-то другие но меня устраивает этот мой я не так часто распарываю но бывает необходимо и поэтому я им пользуюсь да я считаю что он необходим просто для вышивки и какой третий аксессуар третий аксессуар третий аксессуар это лампа без лампы я никуда потому что освещение потому что глаза потому что удовольствие от лицезрения крестиков следующий вопрос интересуетесь ли вы литературы по вышиванию рукоделию какие нравятся журналы книги и почему не знаю к стыду своему или не к стыду своему я литературой интересуюсь только по видео Верушке Коминовой она периодически показывает какие-то очень интересные книжки дает свою оценку и на этом я останавливаюсь я очень хотел себе купить книжку Вероника Женер потому что там хорошенькие схемки но пока сейчас я себе это не могу позволить может и попозже смогу и куплю а может и не куплю потому что для меня книжки по вышивке ну на данный момент они бесполезны журналы какие журналы тоже я просматриваю единственное что мне нравится это французские журналы только потому что во первых они написаны в французском языке мне интересно почитать во вторых мне интересны некие другие варианты вышивок да то есть это сэмплеры вот то что парижские вышивальщицы вот это мне все очень нравится оно атмосферное оно такое душевное женское это посмотреть вот так же как они оформляют интересно мне посмотреть ну и на этом все какие-то наши журналы я не не жалую так ну я собственно я ответила да что книги не ну это не мое по вышивке и последний вопрос дайте совет новичкам ну с вашего позволения дам не один совет а может быть несколько небольших советов первый ну старайтесь начинать не важно с какой большой небольшой вышивки но желательно чтобы вы заболели этим сюжетом так чтобы вас захватило это так чтобы ну руки тряслись ножки дрожали как я называю да то есть чтобы вы не видели возможности не сделать это вот не делайте больших протяжек но мое правило это не более 7-8 крестиков протяжка 8 это уже максимум вот и третий совет не жалейте денег на свое хобби и не переходите на уж совсем бюджетные материалы лучше подкопите заплатите чуть больше но в результате вы получите огромное количество удовольствия да и я думаю что это приведет к большему вашему развитию и ну вы быстрее станете профессионалом потому что когда вы работаете с хорошими качественными материалами это ни с чем не сравнимо вот такой вот был тег спасибо Люда большое тебе за вопросы и всем до новых встреч пока